Девушки отдыхают Париж! Прекрасный, волшебный город Париж! А помогут нам в этом Диана Поленова и прекрасные артисты проекта Jam Junior. Встречайте, друзья! Здравствуйте, наши дорогие гости, ребята и родители. Мы очень рады, что вы с нами сегодня решили провести этот праздник и очень хотим видеть вас настолько близко, настолько это возможно. Поэтому приглашаем вас сразу на наш танцпол, будем общаться, будем вместе петь, танцевать и дружить домами. Поэтому приглашаю сразу самых смелых отправиться с нами в путешествие с этого прекрасного места. Идите к нам, вместе вы смеете. Начнем мы наше путешествие со сказки. Не так давно, лет сто назад, в центральном районе города Парижа, на площади около Старого собора Нотро-Даншли Париж, жила маленькая птичка. Серенькая и шустрая, как их много в большом городе. И все они, кажется, на одно лицо. Зимой и летом она летала по округе в поисках пропитания. Ну, не то, чтобы она голодала. В городе всегда было много туристов, и они щедро бросали крошки на мостовую. Но таких птичек вокруг было великое множество, и все они хотели одного. Весело чирикать и не беспокоиться о завтрашнем дне. Ничего не бояться и петь песенки. Каждое утро у цветочного киоска эти птички собирались и щебетали, обсуждая новости. Вчера из сырной лавки ворона за крайнюю птащила большущий кусок сыра. И летела с ним по городу и капала. А еще из собора вышла счастливая пара, и они отпустили в небо белые колыбии. Те долго кружили над площадью и восклицали, что никогда в жизни не видели места прекраснее. Но, конечно, ведь их привезли из деревни. Париж и правда совершенно особенный город. Сюда приезжают, чтобы загадать желание. И еще раз, чтобы сказать спасибо, если желание сбудется. По-французски «мерси». В город мечты он живой, и у него непростой характер. Либо он впускает тебя сразу, как будто у триумфальной арки ты произнес волшебные слова. «Пожалуйста, сельфоблэ». Либо закрывается серым занавесом, и тогда лица вокруг неприветливые и хмурые. Всю неделю идет дождь, а все места в кафе, театрах и музеях заняты. Нет ни одного свободы. Ну, так вот под шум голосов и машин проходил день за днем. Серая птичка почти ни с кем не дружила. А сторонам было интересно только склевать что-нибудь, отбирая в драке кусочки. А потом они разлетались по домам. Голуби жили на чердаке старого совета. Они рассказывали, что там прячется бывшее время. В тишине и темноте оно слушает удары колокол на башню и вспоминает. Время не любит, когда ее беспокоят. И все туристы, которые прошли двести ступеней по летовой лестнице наверх, это чувствуют. Им становится неуютно и хочется поскорее уйти. А голуби смеются и пугают их, шумяя крыльями. Маленькая птичка звалась Воробушек. И в отличие от других, она любила служить уличных музыкантов, которых в городе Парижа было так много, как фиалок весной на холме Мон-Мартр. Они играли и пели, и рассказывали истории о городе. Меня зовут Мадам Фонтан. Я живу одна и все время плачу, потому что мне очень грустно. Фонтан, наверное, такая фамилия. В нашем доме поселился музыкант. Он все время играет на трубе. И от этого половина дома сходит с ума, а вторая половина дома собирается в квартире на последнем этаже и танцует. И поэтому наш дом как полупустой или наполовину полный стакан. А еще по улицам порхает один навязчивый мотивчик. К слову, у него нет, а есть только две ноты. И он прицепляется к тебе на улице и не отпускает везде. И ты бегаешь, бегаешь, напевая падам, 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 падам. Но об этом позже. А теперь первая песенка с площади Парижа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бывает все на свете хорошо, и тепло, и солнечно. И расцвели самые лучшие в мире цветы, и все, кто посторились вчера, сегодня, помирились. А в кафе на площади подают самые лучшие в мире горячий шоколад и жареные каштаны. Ну и что, что осень, а впереди Рождество, и встреча с друзьями, а потом снова весна и лето, и так все время. По-французски «как же хорошо» значит «Сэссэбон», 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 чирикал коробушек, а по бульвару навстречу ему шла нарядная публика и распевала веселые песенки о королях, принцессах и мушкетерах, охране королях. «Сэссэбон», «Восэсэсбон». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Людям не отойти с прокопленной дорожки Ну, окошки, кау Это кошки Это кошки, кау 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 Кошка была очень хитрая. Она просто хотела, чтобы песенка отвлекла мормушка, и она могла его попросту сцапать. Но и очень умная, потому что она поняла, что это особенная птичка. Ведь ее голос – настоящее чудо. Он делает всех вокруг просто счастливыми. Такими, что все расцветает розовым от счастья и хочется танцевать. Ночи, день, до утра, вместе с уличными музыкантами, с деревьями, с крышами, с фонарями и вывесками на домах. И вместе с волшебным розовым настроением этого замечательного города мечтается. Мы приглашаем вас танцевать. Пусть у нас будет сейчас жизнь, розовый, свечи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам Париж Париж это город-музей Кроме красоты его зданий и улиц В нем так много интересного Театры, дворцы и, конечно, музеи А, кстати, где жили короли? Дворца А как они назывались? Трепости Лувр и Версаль Замки Это были замки, а сейчас это музеи Лувр это вообще жемчужина Парижа Представьте себе 22 футбольных поля разом И если заполнить их Скульптурами, картинами Ценностями искусства И всеми произведениями, которые Человечество Создало за последние, ну, каких-то там 5 тысяч лет Можно обойти за неделю? Как вы думаете? Вот поэтому И поэтому Так много в Париже туристов И такие очереди везде Потому что все хотят в одно и то же время Оказаться в одном и том же месте Ну Все все торопятся увидеть Везде и всюду И как это в шутку называется? Как вы думаете? Когда все бегут-бегут-бегут-бегут По Европе Голопом по Европам Слышали такое? Да Вот, это и есть Когда люди бегут по музею Хотят хоть что-нибудь увидеть Что-нибудь успеть Давайте мы в таких туристов Сейчас с вами поиграем Мы соберемся группой Группа у нас уже есть Замечательная И чтобы не потеряться Будем друг другу давать знать Пока мы Под музыку Под веселую Бегаем По залу музея И запоминаем Запоминаем картины, скульптуры и произведения искусства. Попробуем? Продолжение следует... 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 Значит, утром мы говорим бонжур, вечером говорим бонсуа. Настоящее французское произношение. Только что из Парижа девушка вернулась. Бонсуа. Добрый вечер. А как дела? Добрый вечер. Попробуем повторить. На самом деле говорить по-французски очень просто. Это шутка такая, мы с вами немножко похихикаем. Но представьте, что у вас насморк. Вот прямо с утра до вечера насморк. И все буквы N мы говорим нос. Давайте попробуем сейчас вот так вот делать и говорить вот так вот. А все буквы R мы будем говорить так, как будто мы их еще не научились выговаривать. А как каркает ворона? Значит так у нас звучит R и N. Все. Этого достаточно для первого завета. Есть такой стишок. Артур его знает хорошо очень, наш барабайчик. Значит баран жевал траву. Но это по-русски. А как будет по-французски? N мы говорим вот так. N мы говорим нос. И все согласны? Мы что делаем? Паран жевал траву. Паран жевал траву. Паран жевал траву. Замечательно. Друзья мои, все научились говорить по-французски. А вот еще, пожалуйста, одно слово. Пожалуйста. C'est bon. 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 выйдя отсюда, спросит мама, когда мы снова поедем в Париж. Мы с вами вернемся к нашей сказке, ведь вы хотите знать, что получилось дальше? Да? Вы знаете, что у нашего лоробушка все-таки есть один настоящий друг? Это юный музыкант, который живет в маленькой квартирке, почти на чердаке дома в Латинском квартале. Он много играет на улице, а вечером он один. Он смотрит из своей комнаты на звезды и мечтает. Мечтает о чем? Он один на своей планете музыки. Он так хотел бы иногда улетать на Луну, потому что она одна, освещает ему путь. Есть такая сказка, ее написал летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Сказка называется «Маленький принц молодцы». И там написано, что самое главное это не то, что можно увидеть глазами. Ведь если любишь цветок, который растет где-то на далекой планете, то нужно хорошенько глядеть в небо, потому что ночью все звезды расцветают. И вот наш музыкант, он очень хотел на свою планету музыки на Луну лететь. И часто пел такую песню. она называется «Fly me to the moon». Возьми меня с собой, на Луну. Полетим вместе. А у нас маленький принц есть. Мы его можем вам показать. Представьте себе, что это такой маленький мальчик, но уже большой музыкант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Она тоже жила в Париже, и голос у нее был совершенно волшебный, как у маленькой птички. И поэтому ее прозвали Воробушкой. А по-французски Воробушек — это Пиаф. Эдит Пиаф. Она стала великой французской певицей, как маленькая птичка, которая способна изменить большой мир. А этот мотивчик, который приставал ко всем на улице, он стал самой известной французской песней, которая называется «Падам, Падам, Падам». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья мои, настал очень торжественный момент И я хочу объявить для вас каждого из наших волшебных персонажей нашей сказки На самом деле, эти прекрасные артисты Юные, очень талантливые Они участвуют в проекте для юных и талантливых джазманов Он называется Jam Juniors И предлагаю каждого из них сейчас наградить достойные пункции аплодисментов Итак, идем по порядку Наши герои Воробушек Маленькая Пиаф Это замечательная певица Нино Чеснер Наш Маленький Бринц Наш маленький Бринц Наш замечательный в трубачке Будущим большой музыкант Касьян Групцев Наша кошка Наша актриса Певица, наша актриса, прямо вот, точно в ней, актерский талант заложен. Актриса-певица Таня Коменко. Прошу, певица-певица. Наши взрослые птицы, красавицы, умницы. Студентка ГИТИСа, первый курс. Певица, актриса, прекрасный человек, любимая моя подруга. Варя Кривнюк. Автор песен, автор изумительных стихов. Очень мудрая, тонкая, нежная, изящная и красивый человек. Певица, актриса, Анна Голодная, моя любимая подруга. А вместе мы вокальный ансамбль Дор Дэн. Друзья мои, очень хочу отдельными аплодисментами попросить вас наградить наших замечательных музыкантов, без которых ничего бы у нас сегодня не получилось. Расскажу о них. На гитаре маэстро Сергей Юрюпин. Спасибо. Электроаккордеон. Это такая штука, посмотрите, какая я немножечко его загородила, мастера клавишных инструментов. Он играет и бас, играет гармонию, играет мелодию, и все это настоящий аккордеон. Захарин Киселев. Автор замечательного стихотворения, да, Мужевая Альтарова. Автор детской школы ударных инструментов, сам батарея. Автор проекта этого. И наш замечательный мотор, наше сердце, наши большие и малые барабаны, перкуссии, и эта замечательная штучка, которую называют печами. Артур Газаров. Отдельное хочу спасибо сказать. Родителям наших юных артистов. Вот без них-то точно у нас ничего бы не получилось. Спасибо вам за любовь, поддержку и за вашу вложенную душу без сердца. Спасибо вам. Достойная охрана всех общих. Спасибо. Ну и это еще не все. Потому что мы сегодня с вами находимся в замечательном совершенно месте. В очень гостеприимном, теплом, уютном, красивом. И в таком подходящем по атмосфере. Клубе Алексея Козлова. Я хочу сказать огромное спасибо этому клубу, этому дому. И всем, кто в нем, кто сделал возможным сегодня наше шоу. Всем, кто работает со звуком, со светом. Всем, кто помогает. Всем, кто работает с питанием. Обязательно. Всем, всем, всем. Огромное вам спасибо от нас за низкий парк. И отдельное спасибо усадьбу Джаски. К этому самому проекту, который пригласил нас в гости. И его шефу Ольга Макаровна. Спасибо вам большое. Вы счастливы, что у нас это получилось. Спасибо вам, друзья. Мы с вами совершили путешествие. Париж и поздивились в Москве. Ириана Павленова, дорогие. Ириана Павленова. Ириана Павленова. Ириана Павленова. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok